вечер добрый здравствуйте с божьей помощью нам осталось совсем немного времени дорожа шина и пока вот народ собирается мы с вами начинаем нашу беседу сегодня я бы хотела поговорить о еврейском и не еврейском новом годе вот я смотрю что пока не очень много народу видела и пока вот люди собираются добрый вечер тем кто уже пришел вот так вот пока люди собираются я начну с хасидской майсы часто я это делаю на наших уроках потому что пока мы дойдем до темы надеюсь подойдут действительно всем и так было в польше одно еврейское местечко но как это было добрый вечер кстати если можно напишите хорошо ли слышно а то жалко говорить не знаю действительно слышат ли меня окей и так было в польше одно еврейское местечко но с годами это местечко начало увидеть что часто бывало потому что молодежь как подрастала она уезжала сразу в более обустроенные или местечки или даже города а взрослые люди уезжали кто от нищеты а кто наоборот чтобы хорошо вложить свой капитал и вот когда в синагоге стало пустых мест больше чем занятых раввин этого местечко очень заволновался и он решил поехать и посоветоваться с рэбе что жил не так далеко от этого самого местечко что же ему делать как остановить как уговорить уезжающих не уезжать чем привлечь их послушал его рэбе грустно покачал головой и сказал я не знаю чем тебе можно помочь но одну вещь я хочу тебе сказать именно сегодня ночью мне приснилось ваше местечко и ты знаешь что я увидел во сне я увидел что вот родился маши ях и он родился в вашем местечке и все расспросы этого раввина у рэбе кто это человека как он выглядит и на кого он похож совершенно ни к чему не привело рэбе говорил что ему это они поведали во сне и машиха может быть каждый живущий в местечке мужчина удивленный раввин уехал домой но в ближайший шаббат он поведал в синагоге все общение о разговоре который состоялся у него с этим рэбе и это весь разлетелось очень быстро по всем дворам и тогда все начали думать и гадать кто же это маши я буквально несколько дней назад в местечке родился ребенок в одной очень бедной семье и тут многим в голову пришла такая мысль такая идея а вдруг это он вдруг это маши я и тут женщины стали готовить пироги на его брит приходить к маме предлагать помощь первый раз в жизни бедная семья удостоилась почести и такого брита которым даже не могли и мечтать и вот на какой-то улице женщина тащит тяжелую корзину ее маленький ребенок дергают ее за юбку и она с трудом справляется с этой тяжестью да и проходящий прохожий думает о а вдруг этот мальчик маши ях да и тогда он бежит скорее помочь этой маме потому что она же мама такого важного человека и вот вся деревня думала и гадала кто же это может быть и вот молодые которые только поженились все семьи были приглашены на 7 проход и в этот дом и в ту семью и в каждый двор дрался вообще за честь принять их у себя а вдруг это он он вдруг это маши ях какая же это честь и так это вот продолжалось некоторое время да и в во всех селениях и местечках вокруг пошла невероятная слава о том что нет теплея и гостеприимнее этого местечка и вместо того чтобы уезжать оттуда люди народу стало прибывать все больше и больше и больше и вот что удивительно это местечко она перестала быть бедным а люди там всегда улыбались и радовались ну а мы с вами сегодня в преддверии нашего роша шана нам осталось буквально сегодня риха миши шиши буквально три дня да и ситуация которая есть в нашем местечке у каждого свое да попробуем ее понять да попробуем с вами понять ту самую разницу что есть между тем что было в нашей прошлой жизни да для может быть для некоторых это в общем то есть и сейчас да и тем что же такое есть нашей наш еврейский новый год я как может быть многие из вас родилась в несоблюдающей семье в москве и у меня с детства остался вкус вот того самого детского праздника я в детстве ждала чудо каждый год мне казалось что вот вот придет этот день и вся моя жизнь изменится да вы конечно понимаете что я говорю про не еврейский новый год я могу сказать что я очень любила вот это самое предвкусие вот эти красивые елки нарядные люди некий такой мифический дед мороз который обязательно там или под елку или под подушку положит тебе тот вот самый загаданный намечтанный подарочек ну праздник приходил часы били шампанское открывалась ну кому то шампанское а мне наверное лимонад и все все можно было начинать уже мечтать о следующем годе да и вдруг все таки вот какое то такое чудо со мной случится ну и конечно вот все эти милые фильмы внушающие что чудо придет в дом даже к самому простому человеку ничего делать не надо просто это чудо спустится и придет надо верить в чудо кстати я прекрасно понимаю что многие со мной не согласятся или даже скажут не трогай святое да но мы с вами евреи у нас разве то все таки некое какое-то понимание и мы можем размышлять смотреть сравнивать да я тут не для того чтобы сказать что кто-то плохое что-то плохое или что-то плохо и что-то не так а для того чтобы мы смогли понять что же такое рожь ашана наверняка многие из вас знают что жизненная энергия приходит в этот мир и начинается с рожь ашана и заканчивается в эреф вечер рожь ашана в предыдущий вот вечер да то есть и это та самая энергия которая питает наше тело и нашу душу нам эта энергия выдается ровно на год энергия мозаль как хотите по-разному можно это назвать да надо понимать что в отличие от других праздников рожь ашана не связан никакой историей никакой сельскохозяйственной деятельностью мало того в этот день не говорят хакса мэх то есть хорошего праздника да ведь хагом праздником у нас считаются совершенно другие дни дни когда мы поднимаемся в храм не которые называются шлошат арагалим про рожь ашану мы говорим мы желаем хорошего йомта йомтова мы желаем друг другу хорошей записи в книге до той самой книги которая пишется и утверждается каждый год заново для всех народов для каждого народа по отдельности и соответственно для нашего народа и для каждого из нас по отдельности про не еврейский новый год мы слышали что нам говорят что это финансовый год в израиле когда я приехала я приехала в израиль восемьдесят пятом году практически вот этого понятия новый год здесь не было но потихонечку с алией с новоприбывшими это понятие появилось привелось и люди которые соблюдают где-то что-то но тем не менее им хочется и этот праздник отпраздновать со своими родственниками они часто говорят ну что это ничего страшного это просто финансовый год новый финансовый год можно же там когда хорошая сделка что-то выпить порадоваться посидеть и так далее то есть финансовый год где подсчитывают прибыль или недостачу какую материальную да то есть в этот день люди грустят и радуются своему материальному достатку но в роша шана все происходит совершенно по-другому мы с вами предстаем перед судом перед тем судом где нам с вами не спрятать не скрыть ни один наш поступок и там решается и подсчитывается то что с нами с каждым из нас будет в следующем году да мы говорим хатану ли фанейха мы согрешили пита перед тобой ки эйн бану массим нету за нами добрых дел представляете мы можем прийти на этот суд мы можем прийти перед всевышним и сказать мы виноваты мы действительно согрешили и действительно есть такие которые могут сказать у нас нету никаких добрых дел мы ничего не сделали и да даже если мы с вами самые последние грешники мы просим чтобы всевышний простил нас если не из-за нашей личной ценности не из-за нас то из-за него из-за самого всевышнего ло лиманейну лиман ха для тебя тебе надо нас простить да мы должны найти тот путь чтобы уговорить его что ему выгодно с нами и ему иметь дело ему выгодно чтобы мы остались здесь еще на год и дать нам еще шанс и дать нам какую-то хорошую работу и так далее надо сказать что есть пять центральных просьб которые есть в молитве авину малкей ну я в предыдущем уроке начала говорить про авину малкей ну да и сейчас вот мы продолжаем что есть пять просьб о записи в книгу жизни и эти просьбы они построены по принципу пятикнижья то есть туры первая просьба о записи в книгу благополучной жизни она соответствует книги перешит в которой говорится о сотворении мира вторая просьба о записи в книгу избавление и спасения соответствует книги шмот в которой описан исход из египта третья просьба о записи в книгу содержания и питания и нам всем надо все вот эти вещи которые каждому из нас нужны вот эта просьба о содержание и питание но перекликается с книгой вояка где описано обязательное жертвоприношение приношение благодарственной жертвы в храме да потому что питать человеку в первую очередь должна святость и от этого нам приходят благословения просьба в книгу о добрых делах соответствует книги бомит бар где перечислены 12 колен израиля да которые остались верны своим родоначальникам и своим корням и в заслуги которых мы обязаны в принципе нашим существованием просьбы же о записи в книгу прощения и отпущения грехов соответствует книги дворим в которой муж и предостегрегает народ израиля от злых деяний в которых содержится глава от шуви в нашем раскаянии да и это условия примирения наше с всевышним и прощение всевышнего нам да со звуками шафара входит в нашу жизнь новая энергия то есть звук шафара выходит и вот эта энергия она входит в нас нас входит новый свет и новое постановление для нас напечатаны пропечатано будет уже в емкий пор но вот то что с нами должно быть и если мы действительно достойны то то что нам положено в роша шана то и останется уже в емкий пор не будет пересматрена только будет еще раз подписано если говорить о шикарном столе конечно в еврейском новом году шикарный стол тоже обязательно входит в обязательную программу празднования то есть не только у евреев не евреев накрывается стол у нас евреев тоже обязательное вот такое застолье но мы не запасаемся водкой да или шампанском а что мы делаем все что мы делаем мы славим всевышнего начиная с кедуша усовение на вино на халы впоследствии то что мы едим яблоки в меду и голову рыбы и гранаты и финики и морковь и даже свеклу все это симоним все эти знаки которые мы едим в на сиуду на трапезу в роша шана все это имеет значение так как мы материальное превращаем в духовное каждому соответственно своим действием и словом прославляя всевышнего знаете я тут слышала вот как то слышал да что всевышний нас выбрал из всех народов вот так я слышала такое да вот в первом благословение которые называются малхует наряду со стихами о царстве всевышнего упоминают также святость этого дня и она начинается теми же словами что любое праздничное благословение ты избрал нас из всех народов а то бахартану николь а амим да а потом уже читают молитву наш долг алину лишь обе когда в которую мы славим всевышнего и благодарим его за то что мы удостоились да мы удостоились он удостоился взять нас а мы удостоились славить его и благодарить его да и мы просим чтобы все народы все народы да тоже возложили на себя бремя царства всевышнего после этого мы читаем стихи истанаха которые относятся к этому же благословению малхует и потом стих шма израэля в котором хоть и не упоминается царство всевышнего однако он сам по себе выражает того на кого мы возлагаем бремя его царства и в конце благословения мы просим всевышнего чтобы слава его воцарилась над всем миром чтобы он приблизил нас к служению ему к туре их заповеди ибо ты бог истины и лечение твое истина и существует вечно то есть вы понимаете что мы молимся и просим не только за себя не только за наш народ мы просим за весь мир в тот день когда всевышний раздает силу энергия благословение решение того что будет на протяжении всего года кто умрет кто останется тут кто станет бедным кто станет богатым и так далее никто мы никто ничего не знает но мы просим не только за себя и не только за свой народ понимаете мы не просто празднуем и подсчитываем наши материальные благи или блага или наоборот наши минусы нет это день суда когда мы с одной стороны прославляем всевышнего делаем его нашим царем с другой стороны просим его принять нас принять весь мир любить весь мир а вот второе благословение оно называется зихрунот память в нем говорится мы напоминаем всевышнему да в этом говори в словении говорится о том что всевышний помнит весь мир и все свои творения и все их деяния и особенно в этот день в день роша шана когда вот он раздает энергию и благословение что написано что этот день начала деяний твоих да и в память о первом дне первом не когда всевышний судил первый раз мир когда я вам говорила да когда он бы создала дома решен поэтому мы напоминаем и просим чтобы он помнил о нас только хорошие и послал нам спасение да и наверное последнее о чем я хочу упомянуть это то что именно в этот день в роша шана зачала наша праматерь сара имейну именно в этот день зачала рахель да вы помните сколько у нее не было детей и как она мучилась именно в этот день всевышний спак спас и цхака авину от акиды да ну и те кто знают рассказ про хану которая молилась в шило молилась о ребенка будучи замужем 19 с половиной лет да и в этот день именно она тоже зачла и зачла а потом уже родила но зачла именно в этот день пророка шмуэля на то есть она зачла это броша шана то есть все наши в еврейской истории важные точки начались именно в этот день день который решает судьбы этого мира судьбы народов и каждого из нас хорошей записи в книгу жизни всем нам шана тува и мутука всего хорошего